добрый день по просьбам наших зрителей мы повторяем блог о сгуле то есть примете чтение отрывка про ман то есть по-русски про манну небесную который написан нашей недельной главе глава бешалах ну в двух словах где-то пару лет назад мы выпустили блог о том что есть актуальный вопрос для любого человека как заработать денег как стать богатым об этом говорят все об этом написано книги и что говорит тора об этом то тоже вопрос который постоянно приходит к нам на сайт люди все время хотят узнать а что тура советуют как стать богатым и мы конечно же всегда должны отвечать на этот вопрос поскольку мы стараемся ответить нам на все вопросы хотя в принципе можно было сказать что это не наша прямая задача но поскольку такая информация есть и в торе и в аллахе то мы тоже даем ответ на этот вопрос и так как стать богатым как улучшить свое благосостояние мишнабрура говорит что если человек читает каждый день отрывок в торе который называется парша таман глава о том как выпадал man в во время странстве по пустыне еврейского народа чем 40 лет то ему гарантируется что него не будет недостатка в пропитание вот так говорят что рабе минахэль мэндель из риминова ученик рабе лименаха из лизянска один из ранних хасидских ребес сказал что тот кто будет читать этот же отрывок в течение в третий день главы когда читается книга биша глава бишарах книга шмот глава бишарах то наша недельная глава сегодня им решен в йом шлищи тот кто будет читать в этот день у него тоже есть особая примета особая сгула что он заслужит вот это вот постоянное благосостояние был постоянный достаток в его пропитание откуда ты источник этого мы уже говорили на прошлом блог блоге и мы посмотрим сейчас однажды всем ученикам рабе лимена хмелизанска раздали обед а у арминах мэндель из риминова не было ложки он спросил его ребя спросил него почему ты не ешь он говорит ложки помолись будет ложка он умолился прочитал этот отрывок и с тех пор у него не достатка пропитания вот так сказать такая история о том как появилась собственно говоря это сгула это примета но в мишнобруде сидит написано что-то читает постоянно каждый день этот отрывок он заслуживает того что у него не будет недостатка в пропитании теперь самый важный момент в этом во всем это делать свой заработок делать свой бизнес честно и об этом мы приводили историю опять же рава из бреста который говорит следующее пришел как-то вор краву из бреста и задал ему такой вопрос ребя правда что заработок постанавливается человеку с рошашоной дороша жены из бреста сказал конечно же правда а ты глупец его воруешь то есть что мы за то видим что нам все равно постановлено то что нам полагается мы можем молиться мы должны молиться всевышним для того чтобы его влияние получить но мы должны знать что самое главное это делать бизнес честно и тогда у нас есть возможность обратиться ко всевышнему есть право просить у него о чем-то чтобы делать бизнес честно нужно учить аллаху чтобы там где мы не знаем аллаху нужно спрашивать урава и как продать как надо делать наценку это все таскать вопросы которые обсуждаются в законах торы теперь кроме вот этой вот сгулы минахоменда лиземинова есть еще несколько моментов которые приводят к обогащению как написано в лохе например когда вы делаете на салат едаем на хлеб мойте руки большим количеством воды и снабрура правда говорит что если у вас нету других грехов тогда это приводит к обогащению если есть грехи то это может не дать возможность обогатиться ну что делать в туре и рафшах все время это говорил что тот человек который будет читать биркат амазон благословление после еды он тоже заслуживает что у него никогда не будет недостатка в пропитании ты так благословение после еды в по сидуру это тоже причина не испытывать недостатка в пропитании наоборот испытывать достаток в том что нам необходимо что еще что еще еще один момент это не пренебрегать хлебом не топтать крошки не выбрасывать крошки хлеба а относиться к хлебу с уважением ну вот в принципе так сказать как бы это так вкратце основная задача конечно же это общее соблюдение воли всевышнего и тогда мы можем рассчитывать на его милосердие интересно что нужно знать что иногда наша бедность не есть причина нашего поведения а это наш так называемый мазаль написано про рабе и лазара что он был до такой степени бедный что он обратил к всевышнему что он просто не может в этом состоянии находиться когда всевышний сказал хорошо я могу сделать тебя в достатке для этого нужно будет разрушить мир и построить его заново то есть что сегодня ответил да человек родился и его роль в жизни пройти в бедности иногда испытание бедностью она даже легче чем испытание богатство поэтому нужно быть богатый человек написано в мишне это что тот кто радуется своей доли поэтому я всем желаю благосостояние мы все желаем всем благосостояния но что можно быть рад радоваться своей доли в любом случае этому нужно конечно учиться ну вот какой то такой блог на эту тему постараюсь мы сделать его коротко по возможности ясно если какие то вопросы пишите в комментариях спасибо большое